Конспирацию они решили соблюдать до последнего. Медицинские маски на лицах не из-за боязни подхватить вирус. Подсудимые опасаются быть узнанными. Даже следователи, которые вели дело этих семерых, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков и вымогательствах, признают. Многих коммерсантов так запугали, что они побоялись обратиться с заявлениями, даже когда основной состав ОПГ новотатарский во главе с предполагаемым главарем Артемом Горбачевым оказался за решеткой. Никто из подсудимых вину так и не признал. Все два с лишним года с того момента, как прошли задержания и обыски, они все отрицали. Некоторые попытались уничтожить улики, пока ОМОН брал штурмом квартиры. Во время обыска у подозреваемых обнаружили кокаин и богатый арсенал для устрашения несговорчивых коммерсантов. Впрочем, это все было ожидаемо. Сюрпризом для оперативников стал видеофайл, обнаруженный на компьютере одного из членов ОПГ. Оказывается, новотатарские не были банальными вымогателями. Они уже примеряли на себя гораздо более масштабную роль в криминальном мире Казани. Планировали, так сказать, преступную реинкарнацию группировок по образцу 90-х. И даже пафосный рэп-гимн для своей будущей банды написали. Творческий эксперимент обвиняемых тоже приобщили к делу, как косвенные доказательства их далеко идущих планов. Впрочем, творчество это не впечатлило ни оперативников, ни следователей. Не впечатляет и экспертов. Социолог и сектовед Артем Горин изучил не одну сотню историй разных экстремистских и криминальных сообществ. И уверен, попытки прикрыть красивой или псевдоромантической ширмой банальный криминал – явление распространенное, а в данном случае еще и не слишком удачное даже с эстетической точки зрения. Простые слова, довольно простые рифмы, минимальная аранжировка, минимальное музыкальное оформление. То есть материал есть, это такой эстрадный номер в честь своей группы, но на гимн он не тянет. Неудачную попытку создания некой криминальной идеологии следователи оставили за рамками расследования. Тем более, что и описаний банальных преступлений в деле хватало. На протяжении нескольких лет, по данным оперативников, новотатарские собирали криминальную дань и запугивали нежелающих ее платить торговцев в самом центре Казани. И вполне возможно, что этот процесс не последний для подсудимых. Подозреваемые заставляли предпринимателей, работающих на территории Казанского речного порта, ежемесячно платить им за криминальные покровительства. Несогласных запугивали, избивали, повреждали торговое оборудование. Многие предприниматели не обращались в правоохранительные органы, опасаясь за свои здоровья и бизнес. У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанные причастны еще к ряду аналогичных преступлений. Потому даже приговор подсудимые предпочли слушать и в масках, и прятать глаза за самодельными плакатами «Мы невиновны». Опасаются продолжения расследования, уверены полицейские. Будут ли новые эпизоды в деле ново-татарских, члены ОПГ узнают теперь уже в колонии, куда они отправятся, согласно приговору суда. Все семеро по итогам почти годового разбирательства во главе с Артемом Горбачевым были признаны виновными. Суд учел доводы прокуратуры о том, что почти все были ранее судимы. А позицию защиты, которая состояла в том, что их клиенты стали жертвами, недобросовестной конкуренции со стороны других предпринимателей, посчитал необоснованной. Все ново-татарские получили от 4 до 11 лет лишения свободы. Каждый. Динар Усманов, Дмитрий Ермаков, Матадат Рагимова и Антон Лукьянов. Телекомпания НТВ. Казань.